Привет, друзья! Вы на канале Английский Сасей, и сегодня мы поговорим с вами про сочетание букв WH. Как оно произносится, почему оно произносится в разных словах по-разному. Ну, давайте начнём с вами с тех слов, где произносится в, но не произносится буква H. Это такие вопросительные слова, как what, where, when, и невопросительные слова типа white, whale. White – белый, whale – это кит. Вопросительные слова, я надеюсь, вам знакомы. В этих словах из двух букв W, W и H произносится только буква W, а H не произносится. Как же так получилось и зачем? Вообще, такой лайфхак, если что-то произносится не так, как пишется, или пишется не так, как произносится, то это почти наверняка потому, что произношение, оно какое-то современное, оно как-то изменилось за ход веков, а написание, оно отражает более старое произношение. Я говорю обычно, часто, лайфхак такой, но это не стопроцентное правило, потому, что сегодня мы увидим, что иногда пишется просто потому, что так пишется, и какие-то аспекты написания, они вот, ну, потому что вот так вот им захотелось. Хотели так писать, так и писали. Давайте разберемся с историей этого W, H, которая превратилась просто в W. Когда-то в этих словах буквы были наоборот, не W, H, а H, W. Они были с точностью наоборот, и потом буквы поменялись местами. В древнеанглийскую эпоху, Old English, мы видим как раз в этих словах в начале W, H. Например, Билл Вулф начинается со слова Хват. Хват писалось W, H в начале, ну, и так и произносилось, Х. И в других родственниках английского языка, например, в скандинавских языках, норвежском, шведском, датском, это Х более-менее так и сохранилось, точнее, оно просто стало ХВ. И там так и пишется, H, V, H в начале, а V потом, H, V. Например, where, где по-норвежски будет хвор. Мое норвежское произношение, оно так себе, заранее извиняюсь. Но вы примерное представление получите. А английское слово What, Что, соответствует норвежскому слову Хва. Хва, там тоже ХВ в начале. Белый, White по-английски, Хвит по-норвежски. Whale, Кит, имеет В в начале, пишется WH, по-английски, а по-норвежски там ХВ, КВ, КВАЛЬ. Там вообще я превратилась в КВ. То есть в норвежском более такой старый порядок хотя бы и букв, и звуков. В английском же буквы поменялись местами из HW в WH. И произношение H исчезло. Но исчезло оно не во всех диалектах английского. Есть диалекты и в Англии, и в Америке, где говорят WHICH, который. Не WHICH, а WHICH. Или WHITE. WHITE instead of WHITE. Белый. Там еще вот этот вот Х элемент остался. Но в основном для большинства носителей английского буквы поменялись местами. А один из звуков H вообще исчез из произношения. Осталось только В в произношении. Но это не во всех словах, где пишется WH. Есть еще одна группа слов, где пишется WH, но читается как раз не WH, а H. Например, в слове HOLE пишется W-H-O-L-E. HOLE в смысле целый. Мы к слову целый русскому еще вернемся через минутку. Там W не произносится, произносится только H, HOLE, а не WOLE, как можно было бы предположить, как WHITE, WHERE, WOLE. Нет, читается HOLE. И когда-то исторически там W и не писалось даже. Там писалось только H. А в прагерманском языке, в прапрадедушке английского, там был звук K, а писалось ничего, не писалось, потому что прагерманский язык, в общем-то, никак не писался и вовсе. Ну, старые его формы точно не писались никак. И это K, или его более поздний вариант, буква H. Мы видим, например, в скандинавских языках. Там будет что-то типа HELL соответствовать английскому HELL. Но про это K я вам рассказываю не случайно, потому что я задолжала вопроситься, точнее ответиться, на вопрос одного из наших зрителей, когда мы обсуждали произношение буквы СИ в английском языке, я рассказала, что когда-то она всегда произносилась как K, а потом этот звук превратился в определенных сочетаниях, в определенных контекстах, в определенных словах, в звук С. И теперь буквой СИ иногда читается как K, как в слове CAT, кошка, а иногда как С, как в слове Caesar, например, Caesar salad, да, салат, цезарь. Обратите внимание там на С в начале в русском слове, в имени цезарь. И тогда меня Арт спросил, а почему если вот в английском K так любит меняться в SE, например, то почему такого не бывает в русском? А в русском это тоже бывает, и еще как бывает. И в русском было много заходов, но вот это изменение, когда K превращалось, но не в SE, иногда в С, иногда в Ч. И такие изменения даже до сих пор происходят, когда мы меняем немножко слова в современном русском языке. Например, берем слово РУКА, а маленькая РУЧКА, или прилагательное РУЧНОЙ, не РУКНОЙ, а РУЧНОЙ. K превращается в Ч, прямо в современном русском языке. Берем слово ВОЛК, прилагательное ВОЛЧИЙ, а не ВОЛКИЙ. А там как раз после этой согласной идет звук И, что очень часто является как раз таким контекстом, в котором К меняется в С, С или Ч. И в славянских языках исторически было несколько заходов на это изменение, а несколько раз К менялись то в С, то в Ч исторически. И даже в некоторых словах, в современных славянских языках ни в одном мы это К не увидим. И чтобы увидеть К нам нужно поковыряться в чем-то таком старом, да еще и консервативном. А старое и консервативное у нас в славянском мире это новгородский диалект, на котором писались новгородские берестяные грамоты. И есть берестяная грамота, в которой мы видим слово КЕЛЫЙ. И ученые долго ломали голову над тем, что же такое КЕЛЫЙ. Пока до них не дошло, что это К в этом слове в начале. Это старое-старое К, которое просто везде в славянских языках исторически уже давно поменялось на что-то другое, а именно на ЦЕ. И КЕЛЫЙ это наше современное прилагательное ЦЕЛЫЙ. А когда-то, когда-то, когда-то в прадедушке славянских языков там тоже было КЕ. И в прадедушке германских языков там было КЕ. А в общем, прадедушке и германских, и славянских, вы уже догадались, там тоже было КЕ. Просто оно пошло, поменялось по разным путям. В славянских языках это КЕ, то, что называется, полатализировалось, оно превратилось в ЦЕ. А в германских языках оно оглушилось и превратилось в ХЕ или даже в звук ЭЧЕ. Да, такой какой-то вообще прям легкий выдох. Получилось слово ХОЛЛ в немецком. Вот оказывается, слово ХОЛЛ, оно не случайно похоже, оно дальний родственник русского ЦЕЛЫЙ. Только там произошли разные изменения от одного общего прадедушки, где было в начале КЕ. В русском превратилось в ЦЕ, в английском превратилось в ХЕ. Вот такая интересная история. Так почему же все-таки в этих словах пишется W-H? И в вопросительных словах, и в других словах, где читается только W, а H по-прежнему пишется, но уже никак не произносится. И в тех словах, где наоборот H произносится, а W уже не произносится, не то чтобы уже, оно никогда не произносилось там даже исторически. Вот тут мы как раз упираемся в то, что когда мы говорим про орфографию и говорим про орфографию в старых языках, то иногда написание, оно какое-то просто потому, что вот тогда, когда так начали писать, им показалось, что это как-то почему-то здорово. И нам сейчас это кажется очень странным. Но дело в том, что, например, W в слове HO появилось только в начале 15 века. То есть до того, как появилось книгопечатание. О роли книгопечатания у меня есть видео на канале, я дам на него ссылочку в описании. Это W появилось в слове HO еще до книгопечатания, до стандартизации орфографии. И точно так же произошло с переменой местами букв в тех словах, где читается только W. Ну а какая разница писать HW или WH, если H все равно не произносится. Поменяли, потому что писцам показалось, что так оно красившее будет. И сейчас нам это может показаться очень странным. Но дело в том, что в средние века писать и читать было уделом очень немногих, особо избранных. Это был такой немножко между собойчик. И если вот в этом небольшом кругу писцов профессиональных им казалось, О, давайте так будем писать. Здорово же, красиво. Вот так и стали писать. А потом уже, когда орфография стандартизировалась, то приняли ту орфографию как привычно, как традиция. Англичане вообще чтут свои традиции. Это мы, американцы, потом поменяли немножко орфографию некоторых слов. Мы об этом как-нибудь в другом видео поговорим позже. О разнице между английским и британским английским. А здесь просто традиция. Все. Теперь так и будем писать, потому что традиция. Англичане до сих пор живут в домах 12 века. Постройки думают, если у вас дом 16 века, то это какой-то новодел просто. Вот. Поэтому они очень чтут свои традиции. Вот и пишут WH, хотя в одном случае не читается H, в другом случае не читается и никогда не читалось W. Ну, вот такая замечательная история. А напоследок я задам вам домашку, потому что какой же урок английского без домашки? Подумайте, в каком слове или, может быть, в разных словах есть тоже сочетание букв WH, но читается оно, ну, совершенно иначе. И не читается не как просто W, и не читается как просто H, а читается как-то иначе. Ну, пишется WH. Напишите в комментариях, какие у вас появились идеи по этому поводу. Если ответов не будет, я попозже тогда напишу тот пример, который пришел мне в голову. Ну, хочу посмотреть, что придет в голову вам. А также, если у вас есть вопросы, пишите их тоже в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, поделитесь ссылкой с друзьями, знаниями нужно делиться. А мы с вами увидимся в следующих видео. Счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok